приветствую участников лекции дизайн тела мы с вами поговорим об особым отношении к формированию тела и я постараюсь вкратце где-то тезисно дать определение того что я понимаю под дизайном тела в сожалению или к счастью на сегодня мы имеем много всяких программ идей которые заменять заменяют традиционные методы развития человека в этом есть свой конечно недостаток так как нету традиционного подхода и понимание как выращивать по человека в традиционном пути развития когда требуется в общем-то по сути взращивать поливать знания и что был кто-то кто контролировал возможности с другой стороны мы можем говорить о некой ментальности современного человека который может использовать формулу привести себя к понятию тому что зачем и почему нужно сказать что это что из этого лучше сегодня сложно мы находимся на перекрестке традиционно по системы обучения и программных систем обучения дизайн тела это в общем-то программная система обучения в которой вложено ну первую очередь мое понимание 45 летний опыт участие и самого и людей с которыми я взаимодействую в развитии но самое главное это временное условие когда многие показатели не только внешне но и внутри не изменились по отношению к человеку и который надо конечно же учитывать то есть получается сегодня человек бы разбился на условия проживания на возможности которые он может использовать в своем развитии и кто-то может находиться в устойчивом ритме и собственно следовать некому традиционному способу обучения если конечно есть рядом первую очередь учитель а кто-то вынужден по сути опираться на программы которые он понимает и удерживает себя в законах опознания ну и когда мы говорим о развитии человека да нужна навигационная система ну и дизайн тела это в какой-то степени навигационная система о том что должно представлять развитие как схема развития и на что нужно уметь обращать внимание и в условиях сегодня когда изменились возможности человека то это получается есть способ в в том как и что нам применять когда мы говорим о развитии но самое главное наверное это есть возможность разобраться а еще развитие состоит ну и дизайн тела конечно же это направление которое опирается на знание при всем при этом то есть мое здесь участие соотносится лишь с структуризации так скажем задач или даже первичных задач которые мы должны учитывать когда мы развиваемся чем это первичная задача не только для начинающих ну и зачастую для тех кто занимается давно и не учли те или иные аспекты пути в основе конечно же всего этого лежит схема основанная на анатомии человека но анатомии не чисто физической а составляющие три условия которые определяет универсальность схемы нашего нашего строительства то есть нужен комплекс мер или комплексный подход к тому что мы делаем и что мы развиваем себе особенно в условиях когда мы сами должны контролировать больше свое развитие чем кто-то контролирует его то есть условия которые определяют и физику нашу и энергетику нашу и ментальность ну и реализует возможности конечно же как плане нашего установления настройки но самое наверное важно гармонизации что выйти на понятие пропорции внутренней пропорции и ритма в котором мы формируем дисциплину своего существования то есть где мы можем себя с организовать или по сути сконструировать то есть в этом очень важный момент так как таким образом мы выйдем на порядок внутренний своего строительства которое в общем то и должно стать потом той опорой которая позволяет нам реализовать то что мы называем дизайн тела потом и архитектуры тела это схожие понятия но имеют в общем то разные вещи потому что архитектура тела она более уже устойчивые понятия где мы достигли своего фундаментального понятия имеем реальную опору на то что мы делаем и мы воспринимаем свое развитие и как физически так и ментально конечно энергетически где само слово геометрия тела это не какое-то образное а то и философское понятие а тактильно воспринимаемое и очень важно закладывать в развитии всегда правильные задачи даже если они в начале не реализуются они должны ментально быть приняты нами то есть ведь возможность или невозможность совершенствования зависит от опоры которые мы внутри выработали и если мы этого не понимаем то мы можем очень легко скатиться на опору связана с нашими отклонениями или нарушениями скажем привычки привычки которые деструктируют нас но они становятся опорой для нас и мы хотим того или нет мы их все равно используем да еще и развиваем и в этих условиях очень сложно выработать технологическую цепочку развития потому что мы находимся уже в некой технологической цепочке может быть и не развитие как такового а даже разрушения чтобы эффективно реализовать конечно наше развитие должно быть выработано внутренние усилия а внутренние усилия без геометрии реальной геометрии то есть вот этой пропорциональной сути невозможно то есть дизайн тела это некая попытка понять интегральную меру или дифференциацию тех задач которые перед нами стоят ну и из чего собственно состоит направление дизайн тела это первое на что мы будем всегда указывать в нашей работе это диагностика практики то есть надо уметь учиться диагностировать себя ну на примере взаимодействия с программой то есть каждая программа должна обращать внимание а что может быть диагностикой да что есть то на что надо обращать внимание или реперные точки которые могут приближать нас к нашему пониманию или наоборот уводить отклонять дальше конечно же уметь настраивать себя на работу без чего мы не можем принять или выработать ментальной направленности в нашей работе и следовательно не можем достичь даже самого ну скажем базового практической терапии да то есть на практику вначале нам нужно смотреть как на некие упражнения внутри которых находится практическая терапия потому что упражнения занятия и практика это разные вещи это надо обязательно понимать упражнения это мы упражняемся в чем то и дальше собственно вопрос какова там реально наша суть или наше внедрение в то что мы делаем в занятия это некая попытка выстроить дисциплину наработать новые привычки а практика это наше ментальное уже осознание и оперирование то чем мы занимаемся это три очень разные понятия которые люди путают называют упражнения практикой и даже занятия практикой что практикой не является и здесь есть конечно ущербность языка и объяснения которые в древней традиции например в даотском называется гунг-фу да как гунг-фу спутали с кунг-фу со временем то есть гунг-фу это некое как бы боевое искусство стали воспринимать некий набор действий или движения связанный с техникой а гунг-фу это внутреннее состояние внутренней природы вот гунг-фу это практика а гунг-фу это в общем-то упражненица да которые выполняет тот или иной человек и вот этот вот так скажем вход в неправильное определение развития который внес в первую очередь кинематограф и информационное пространство в общем-то увело людей от восприятия практики как таковой следующий очень важный момент что в дизайне тела мы включаем такое понятие как йога тела то есть вырабатывание правильных ресурсов навыков и как с позиции самого того что мы хотим добиться так и конкретного человека в общей схеме развития то есть это некая интерпретация так скажем развития где используется общепринятое понятие йога как комплекс мер направленных на структуризацию или гармонизацию ну и очень важным аспектом сразу же мы будем закладывать регулирование энергетических принципов то есть часто люди делят практики на физические энергетические ментальные духовные это ошибка то есть каждая практика накладывает и физическое основание энергетическое и ментальное в работу другое дело что мы это проявляем вначале через набор упражнений но это нужно учитывать и параллельно восприятие именно энергетического отношения к развитию очень важно где мы будем использовать 7 видов цигуна в этом плане ну и конечно регулирование ментальных принципов но это будет красной нитью проходить через всю работу ну и план какой план у нас прохождение через все этапы дизайна тела ну вначале я их перечислю а потом мы вкратце порассуждали на них то есть интегральное встраивание первое второе вегетативное построение то есть за каждым из сказанного существуют определенные законы и задачи мы их рассмотрим герметическое пакетирование третье формирование внутренней силы без внутренней силы мы не будем никогда удовлетворены тем чем мы занимаемся стяжкой тела то есть приведение тела к определенному ну так скажем не просто единому состоянию а настроечному состоянию гармоничное регулирование и ментальное регулирование то есть это 7 направлений которые представляют собой ну по сути авторскую программу которая основана на анализе достаточно большого практического опыта и на анализе обучения людей по всему миру в течение больше 35 лет хотя конечно же основополагающими являются три направления это таоская тибетская и ведическая система ну в принципе хмерская которая выделила из-за ведической системы наиболее конструктивные формы и которые представлены в проекте perfect one итак интегральное встраивание интегральное встраивание это по сути порождение условий как собственно и порождение человека да то есть мы имеем какие-то законы порождения которые встраивают нас в пространство так и занятий это есть задача встроить в себя пространство практики и всегда когда устраиваемся в пространство важно нам научиться организовывать себя по отношению пространства ну по сути к тем неопределенностям даже при натальной неопределенности которая в нас присутствует но нами не выявлено или непонятно и для этого важно иметь необходимый набор действий и технический набор и набор задач которые должны нас удерживать в этом встраивании которые мы и называем в общем-то практической терапией ну и во главе угла так скажем интегрального встраивания есть условия так скажем внутренней диагностики они везде проходят но мы должны обращать внимание на пренатальность то есть нам дано что-то от рождения и нам нужно выявлять то есть не действовать по принципу я хочу так как кто-то а понимать а что мы вообще из себя представляем и где есть наше наше преимущество в развитии с учетом нашей нашей природы а где есть и недостаток потому что мы можем зачастую развивать недостаток недостаточность вместо того чтобы обращать внимание на достаточность то есть это конечно же первости особенности нашего тела строение нашего тела нашей привычки и многие процессы обусловлены пренатальным влиянием на которые мы не обращаем внимание потому что мы привыкли к ним они у нас встроены но они у нас встроены и они образуют внутренние реакции даже в общем то те же конфликты они зачастую встроены в человеке и он не может от них отойти потому что мозг регулирует на то на что он настроен то есть и реагирует на процессы которые в нас может быть и заложены и начиная развиваться или развиваться нам нужно обратить внимание мы меняемся реально внутренне или нет ну и пренатальность она обуславливается как я сказал не только физическими условиями но даже в первую очередь энергетическими и ментальными физика лишь она обрабатывает наши так скажем внутренние реакции рефлексии которые мы на которые мы настроены то есть ну и конечно же вопрос если в нас есть некая заложенная данность а может быть мы уже и наработали в постнатальном периоде собственно говоря что нам с этим делать и важно в этом плане обращать внимание на некое направленное усилие ну в нашем случае направленное на совершенствование и это нам важно для того чтобы мы не усугубляли некие процессы которые в нас заложены то есть нам нужно их выявлять и как часто говорю если даже мы не занимаемся развитием то все равно мы развиваем чего-то мы можем развивать так же у нас ненужное то что нам мешает и то что нас разрушает например лень человека человек например ничего не делая развивает ничего не делание он может не хотели ничего делать это тоже нужно принять Ну и вот эта корректировка, она, конечно, должна исходить из ментальности, умения обращать внимание на подобные вещи, которые приводят нас к таким понятиям, как наполненность, чем мы наполняемся, в чём смысл пропорциональности и в чём смысл увязанности, структуризации. Чтобы не были словами, так скажем, паразитами, что тоже является достаточно проблемой, когда люди используют какие-то правильные слова, правильные названия, даже взять ту же йогу, а она в реальности больше становится словом-паразитом. То есть как типа обзывание какими-то вроде бы важными вещами, но при этом непонимание, а что я понимаю за этим. Это очень принципиально, так как это формирует некую диагностическую карту, которая должна рано или поздно направить на некую форму понятную. В реальности для меня понятная форма — это когда мы видим, в чём гармонизация. Хотя для начала даже достижение некого внутреннего покоя и удержания себя в неразрушительных фазах существования — это тоже работа. Когда мы встраиваемся в это пространство, то есть рождаемся, мы должны учитывать, что мы сразу берём на себя какие-то обязанности перед пространством, которые мы зачастую не понимаем. И не научившись организовывать себя в пространстве, мы становимся следствиями многих-многих процессов, которые мы лишь можем выражать в наших реакциях или эмоциях. И без постоянного внимания, что я из себя представляю, мы можем говорить, что мы из себя и ничего не представляем. То есть и на начальном этапе, то, что мы говорим про интегральное встраивание, то есть это умение определить текущую ситуацию, что нас блокирует, что нас, может быть, даже зажимает, и на основании чего мы формируем многие выборы в своей жизни. То есть мы вроде бы хотим чего-то, но это не есть выбор, так как это не есть внутренняя потребность, а есть реакция на данную ситуацию. Это как часто бывает, да, я хочу собой заниматься, на следующий день он уже даже не помнит, что он это и говорил. Без приведения всех к единому состоянию, ну или, по крайней мере, при учении себя, что надо прийти к единому состоянию, всегда будет внутренний раздрай. Ну и надо понимать, что если мы сегодня чуть позанимались нам хорошо, а завтра во внутреннем раздрае, то мы, в общем-то, пока ничего и не сделали с собой. То есть мы заложники недостаточных, а то и нарушенных настроек. Если, в общем, дать определение, на что мы пренатально должны обращать внимание, это сложный процесс, но он, в общем-то, свозится к таким важным понятиям, как организация нашего физического тела. Ну, например, как мы центрированы, или попросту, где наш центр тяжести. Ментальная собранность, насколько мы внимательно можем выдерживать задачи и выполнять их. Наша энергетическая наполняемость или энергоёмкость. То есть насколько от природы энергии у нас и что мы понимаем в этом. Ну и какая степень гармонизации. Ну, по сути, степень постоянства в наших действиях. Мы вообще отвечаем за наши слова или мы их просто меняем в пространстве. Ну и внутренние, конечно же, силы, которые вначале очень сложно понять, что это такое. Но это то, что позволяет поддерживать всё вышесказанное. Ну и на основании этого, собственно, и создаётся то, что мы называем йогой тела. То есть направление направлено на решение определённых задач. То есть в данном случае, как интегрально встроиться в самого себя. Потому что мы и так встроены в пространство. Ну и физическая терапия в данном случае. Она состоит из йоги тела. То есть, по сути, три уровня в нашем с вами пути или нашей работе, где мы имеем физический, энергетический и ментальный подход. И важнейшей, скажем, системой тела физической является репродуктивной, где заложен некий вот этот код встраивания нас в пространство, ну и на который мы должны обратить при интегральном встраивании. То есть, а также, в общем-то, на что мы можем опереться. Да, у нас есть опоры, там, стопы, шея внешняя, внутренние почки. И это, в общем-то, есть задача найти условия, на которые мы можем опереться. Даже если мы не понимаем. Хотя, в общем, логично понимать, что наша голова опирается на шею, а наше тело на стопы, как пример. А наши внутренние органы на почве, в которой источник жизненности находится. То есть, ну и в одновременно с этим нам нужно помнить о разблокировке и настройке. И задача первого этапа – это начать усовершенствовать наши условия, хотя иногда усовершенствованием является откапывание нас в себе. Что мы, собственно, представляем. Но энергетическая терапия, она связана с тем, что, как я сказал, мы называем цигуном. То есть, умение начать работать с энергией. И, например, первое в интегральном встраивании мы используем цигун природы порождения. То есть, то, что направляет усилия на энергетические принципы, которые, в общем-то, внутри нас, по идее, закладываются в условиях нашего пространства. Они основаны на законах возвратности энергии, потому что, если мы не научимся возвращать энергию, мы не можем и следовать куда-то. Ну а ментальная терапия, она будет красной нитью проходить через все программы, ну и имеет свою и заключительную отдельную схему построения дизайна тела, где мы будем всегда следить за тем, как мы развиваем ментальность в каждом из путей. Ну, первый шаг — надо приучить наш мозг или наше сознание к принятым идеям. То есть, того, на что мы, может быть, и часто не обращаем внимания, а то и вообще не обращаем внимания. То есть, то, что у нас выветривается из-за головы, из-за того, что у нас нет опыта внимать вещам, которые при этом нам нужны. А вторая часть — вегетативное построение. Тоже очень важный момент, связанный с тем, что мы-то встроены в пространство, оно имеет вегетативные законы и принципы. И каждое направление, оно также имеет свои задачи диагностирования, если хотите, опора на пренатальность, ну и понимание, что пренатальность-то может быть и у природы, которая нас окружает, и она нагладывает свои законы в существовании вообще всей планеты. И мы не можем не учитывать её, так как мы являемся частью этого пространства. То есть, хотя это некое временное условие, то есть, мы всё-таки можем жить в законах временной физики, вне временной физики, пространственной физики. Но, живя в законах временной физики, мы должны обращать внимание на эти законы, потому что они, так скажем, и управляют нами, и вначале нам нужно, так скажем, подружиться с ними. И здесь очень просто, это выработать отношение даже к физике тела нашему, как к самому временной части того, что мы представляем. Ну и практическая терапия вегетативного построения имеет свои задачи, основанные на той физической реальности, которую мы представляем. И здесь, конечно же, усиливается понятие разблокировки, которое связано с теми или иными упражнениями или массажными принципами, которые помогают раскрывать наше тело, организовывать наше тело и, главное, помнить. То есть, здесь вот как раз вопрос о физической терапии становится наиболее актуальным. И, то есть, чтобы решить эти задачи, здесь нужен просто набор определенных действий и приемов. Хотя, также важно учитывать, что мы в вегетативном построении опираемся на интегральное встраивание. То есть, а что мы такое и что мы такое по отношению к нашему пространству. И здесь мы начинаем, если хотите, ритуализировать свои действия, нарабатывать привычки новые или совершенствовать их, связанные с развитием себя. Потому что надо выйти на развитие себя, на как часть инвестирования, если хотите, времени и энергии в свое существование, чтобы достигнуть той степени удовлетворения, которая стоит за всем этим. Ну и физическая терапия здесь связана с идеей усовершенствования тела, настройки необходимых внутренних, да и внешних связей. Ну и важным моментом является настройка питания, то есть интегрирование, правильное питание. Питание – это краеугольный камень вообще любого развития. Так что нам нужно понимать, а что мы питаем-то в конце концов. Ну и систем тела, нам здесь важнейшая становится кровеносная система, на которую мы будем обращать внимание, так как она регулирует многие процессы, настраивает нас на ту временную физику, к сожалению, от которой мы зависим. Ну, цигун, который мы будем в энергетической терапии использовать, он имеет понятие настройки на долголетие, или то, что питает долголетие. Это часть. Ну и ментальная сила, мы начинаем больше и больше обращать внимание на стройку, на задачу. Ну, тоже, как я сказал, можно использовать разные приёмы, схемы. То есть, пласт действий, так скажем, имеет свою узкую какую-то направленность, которую нужно поддерживать, ну и широкую, связанную с тем, какую мы терапию можем включить. Ну, например, там, виды движений, или виды массажей, связанные с тем или иным, с той иной направленностью в дизайне тела. Герметическое пакетирование, это третья часть, у нас, да, где она, мы начинаем уже учиться удерживать, пакетировать энергию, которая связана с законами сохранения внутреннего удержания. Ну, в физическом плане это костная система нам важна и интересна, на которой будет и обращено внимание. То есть, начинаем обращать на некие глубинные процессы, даже если они нам непонятны или неочевидны. То есть, уходить от некой формальности восприятия своей природы, от которой не так просто уйти, ввиду, с одной стороны, ненаработанных привычек, а с другой стороны, может, слабости ментальные. То есть, вот этот третий порядок построения дизайна тела, он уже носит некую фундаментальные задачи. Как я сказал, поиск уже внутренней опоры, исходить в внутренние оси. То есть, без уже внутреннего баланса и упражнений, которые это поддерживает, достаточно сложно. То есть, опираясь при этом на интегральное встраивание и вегетативное построение, будем работать над тем, что должно еще больше усовершенствовать нас. Ну и, как я сказал, в йоге тела мы используем работу с костной системой, с позвоночником. Соответственно, подходим к восприятию внутренних органов. Ну, самое важное, это принцип пропорций, который мы должны через работу над собой понимать. Ну и, когда мы говорим о пропорции, то здесь основной является связь плеч и бедер. То есть, то, что мы будем понимать. А в цигуне используется принцип гармонии или принцип органов. Один из древнейших цигунов, который еще древний врач Хо-Ато изобрел цигун пяти животных. Ну, по крайней мере, это ведь цигуны, которые еще один из первых я изучал еще там 40 лет назад. Ну, мы через призму этого цигуна будем реализовывать вот эти задачи. Ну, а ментальное также построение мы будем продолжать наращивать и особое внимание уже уделять вниманию и фокусировке, которая важна. Четвертое – формирование внутренней силы. Это очень интересно и самое полезное. Условно, мы это связываем с мышцами, но на самом деле не так все это просто. Так как надо выработать дополнительные внутренние усилия и возможности через призму концептуальности подхода к нашему телу. Здесь, конечно, очень важно уже выдерживать требования к нашей ментальности, потому что внутренняя сила без уже более-менее укрепленной ментальности не позволяет реализовывать те или иные задачи. Ну и практическая терапия направлена на укрепление условий существования нашей энергии, ну по сути пропитывания, достижения определенной плотности, что очень важно в формировании правильного дизайна тела. Также мы опираемся на интегральное встраивание, вегетативное построение и герметическое пакетирование. И дальше мы можем говорить о внутренней силе. физическая терапия здесь основана в законах пропорций построения сосудов тела, внешних сосудов тела, ну и также совершенствования важного внутреннего органа, такой как печень. То есть источник единения трех внутренних уровней тела, ну и как бы ищем источник объединения трех внешних уровней тела. Ренергетическая терапия у нас связана с комплексом задач, которые мы рассматриваем через призму цигуна, который развивает нас определенную плотность, позволяющую закреплять энергию более на постоянном уровне, а не на временном состоянии. Ну и ментальная терапия это усиление и гармонизация мозга, она продолжается у нас через призму всей работы. пятое стяжка тела. Ну стяжка тела в общем-то это некий процесс пропитывания уже нас на более глубинном уровне, некое такое вибрационное состояние, если хотите, его можно становиться стантическим уже состоянием напряжения, когда мы учимся за счет изменения внутреннего напряжения совершенствовать себя. то есть и совершенствовать и по-иному регулировать внутреннее пространство. Ориентируя его на внутреннее дыхание, на связи с пяти органами, где мы уделим внимание всем пяти органам печени, сердцу, селезенке, легким и почкам. в общем и в контексте их геометрии. Но в общем-то продолжая при этом не забывать о нашей пренатальности. Но здесь уже более важным становится наш постнатальный фактор, что мы делаем для наращивания чего-то нового у себя. и здесь многое зависит от геометрии систем нашего тела, ну и в частности от усилий, которые мы закладываем. И здесь мы уделим внимание достаточно кожной системе, так как основная роль стяжки тела отводится дыханию. кожа является одним из самых важных и больших органов, который связан с дыханием, который нужно еще собственно и познать. То есть продолжая опираться на все предыдущие усилия, мы уже занимаемся тяжкой тела, то есть не отпускаем естественно с поля зрения интегральное наше встраивание, вегетативное построение, гармоническое пакетирование, то есть герметическое пакетирование и внутреннюю силу развития. герметическое особенность здесь является работа с внутренними и внешними органами через дыхание, то есть как некое условие иной группировки тела изнутри. терапии. Но в энергетической терапии мы уже используем небесные письмена или маушанский цигун, который уже более комплексно работает на нашей внутренней гармонии как таковой. и здесь мы уже соединяем с принципами как соотношение с практическим путем и даже алхимии, то есть что мы можем даже на определенном уровне понимать как алхимию. Ментальная терапия у нас также присутствует, где мы продолжаем работать над усилием мозга и это является первоочередной задачей и тогда мы уже приходим на шестой. Шестой задачей гармоничное регулирование, то есть есть уже баланс становится первичным для нас, только в сбалансированном состоянии мы не только можем решать больше задач, но и направленно двигаться в пути. То есть очень важно здесь уже реализовать некое психологическое наше состояние, которое не должно шататься влево-вправо, но к этому надо как раз еще и себя выстроить или вырастить, так скажем. И уже у нас иное должно выработать отношение к нашей ментальности в первую очередь, а не просто к физике. терапии, то есть если говорить о физической терапии, то здесь важным фактором становится сухожильная группа, фиксирующая дизайн тела, ну и где мы уже загруппировали себя и нам нужно уже закреплять себя. Но при этом мы опираемся на все предыдущие схемы, чтобы реализоваться в данном регулировании, где я сказал, важным является сухожильная группа и также внешние сосуды тела связаны с коленями и локтями. внутренней нам важно будет в этой части селезенка, где мы тоже обратим внимание на ее задачи. Энергетическая терапия связана с цигуном желтого колокола, то есть звучанием, которое мы можем уметь или должны учиться проводить внутрь нашего тела. Ну и опять-таки уже больше внимания к силе мозга ментальной терапии, которая нами должна учитываться. Ну и вот мы выходим на ментальное регулирование, которое проходит, как я сказал, красной нитью через все уровни, но одновременно имеет и свои задачи, то есть где мы учимся над тем, что должно вообще преобладать реально и как нам это воспринимать преобладание в частности. И здесь мы уже работаем с геометрией мозга, усилением мозга, то есть учимся взаимодействовать с своим мозгом, но не забываем, что мы опираемся на все шесть предыдущих схем построения внутри нас. однако работать над укреплением мозга мы должны постоянно, это в какой-то степени ювелирная работа, а не просто так мы можем считать, что мы можем укрепить. То есть нужно совершенствовать фокусировку, это основная задача в нашей работе. цигун, который связан с энергетической терапией, цигун белого цветка, он имеет много названий, но в идеале это некий поход на запад или путешествие на запад, по чем понимается поход за сосредоточением как таковым. ну и вырабатывать там уже пара чувства постоянства и на самом деле отношения к пространству вообще в виде уважения даже к пространству. Знаете, если мы не сфокусированы, мы не можем извините, постоянно уважать пространство, а это нужно делать всегда, так как пространство оно умное, как бы нам не казалось его в общем-то не одушевлённость, то есть не одухотворённость. Ну и вот здесь уже больше внимания на практической части связанное с ментальным усилием мы с вами будем воспроизводить. Вот собственно говоря такой путь дизайн тела, стоящий из семи ворот, который позволяет загруппировать определенные задачи и представляется таким циклом, который на сегодняшний день я считаю очень удобен для многих в связи с условиями существования, проживания, ритма и отношения к своему развитию вообще. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Желаю успехов. Редактор субтитров